Здравствуйте! Давай, 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 заноси, осторожно. Проходишь, проходишь, давай. Вот туда, в угол, в прихожую давай. Спасибо, мужики, спасибо. Ну вот, значит, годы идут. Налицо признаки бытового или даже буржуазного обрастания. Шкаф. Итак, встреча 1959 года близится. Я прошу администраторов раздать бокалы. Итак, Новый год близится, и мы гасим свет, и смотрим хронику. Друзья, ребятишки, девчонки и мальчишки. Здравствуйте! 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 Уже я-то спешил, уже я-то торопился, на тройке спутников к вам прикатил. А в следующем году, глядишь, на космической ракете прямо с Луны к вам прилечу. Ёлка яркая, московская, в славном танце закружи. Ёлка звёздная, зажись! Иду я в Новый год! Морокод! Наш весёлый, новогодний... Морокод! Все дворцы для вас открыты, светом праздничным залиты. За друзей моих ребят я сегодня очень рад. С новым вас 1959 годом, дорогие товарищи! Ура! Ура, товарищи! Ура с новым 1959 годом! Ура! Ура! И вместе с нами сегодня его встречают ансамбль «Кукуруза». АПЛОДИСМЕНТЫ Чрезвычайный полномочный посланник Виктор Суходрев. АПЛОДИСМЕНТЫ Поэтический обозреватель Генрих Боровик. АПЛОДИСМЕНТЫ Телевизионный ведущий Владимир Познер. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Народная артистка России Ирина Скобцева. АПЛОДИСМЕНТЫ Профессор МГУ поэт Игорь Волгин. АПЛОДИСМЕНТЫ Телевизионный режиссер Ксения Маринина. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Самая знаменитая ткачиха нашей страны, особенно в 59-м году, Валентина Каганова. АПЛОДИСМЕНТЫ Заслуженная артистка России Ирина Брышевская. АПЛОДИСМЕНТЫ Наш автор-драматург Виктор Славкин. АПЛОДИСМЕНТЫ Наши отговориваются заслуженные деятели искусств Евгений Хорошевцев. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ А также все, кого мы представим по ходу передачи или смотрят нас на экранах своих телевизоров. С Новым Годом! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ А теперь давайте перенесёмся в Америку 59-го года и поможет нам в этом ансамбль Кукуруза. Поехали, ребята. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok 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 Аплодисменты Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 У нас в зале бывший главный консультант Центрального КБ Министерства судостроения Юрий Борисович Соловьев. Здравствуйте, Юрий Борисович. В 1999 году вы были заняты созданием абсолютно уникального объекта, абсолютно уникального изделия, некой специальной яхты. Ну, дальше слово вам. Это очень закрытая, совершенно секретная работа была. В то время все мы жили счастливыми ожиданиями, счастливого времени. Полны были энтузиазма. В том числе, очевидно, и Хрущев, который ждал президента Эйзенхаура. На ответную встречу. Да, на ответную встречу. И хотел показать все лучшее, что есть в нашей стране. Для этого строили специальные гостиницы для приемов. И в том числе я услышал от моих друзей, что надо построить фантастическую яхту. Моторную яхту, которая была бы самая быстроходная в мире, самая комфортабельная и самая красивая. Чтобы катать Эйзенхауэр? Только для Эйзенхауэра. А работа была невероятно сложная. Был конкурс. Я его выиграл. Хотя это был очень молодой конструкторской бюро. Была яхта на 12 человек. Туда я поставил два авиационных дизеля. По 4000 лошадиных сил каждый. Это же могло бы и летать. Корпус был взят от торпедного катера. Хорошо. Но когда надо было обеспечить полную бесшумность, то катер был сделан целиком из очень хорошего дерева. Помещения должны были быть низкие и в то время роскошные. И там, скажем, я столовую запроектировал на 12 человек. Белый стол обеденный, низкий потолок и яркий свет только на стол, чтобы лица не были видны. Можно было говорить, что чем угодно. Построены были четыре яхты. Две на Черном море, одна на Балтийском и четвертая на Тихом океане. Ну, слава богу, Эйзенхауэр тем временем не приехал никогда. Да, но... Полкова. А что с теми замечательными посудинами случилось потом? Насколько я знаю, я видел ее лет 5-7 назад. И с тех пор, я думаю, что она использовалась по назначению. В первую очередь, членами нашего правительства. А то же она осталась правительственной яхтой? Спасибо, Юрий Борисович. Как всегда, наши конструкторы оказались на высоте. Жалко только, что яхт 3-й Эйзенхауэр так и не увидел. Он не приехал, потому что с Билли Пауэрсом начался международный скандал. Но американская выставка в Сокольниках все-таки состоялась. Внимание на экран. Перед официальным открытием национальной американской выставки в Москве ее посетили советские руководители, встреченные вице-президентом Соединенных Штатов Америки Ричардом Никсоном. Выступив с речью, товарищ Хрущев отметил, что советская выставка в Нью-Йорке и национальная американская выставка в Москве, можно надеяться, сыграют свою положительную роль в улучшении отношений между обеими странами. У микрофона вице-президент Соединенных Штатов Америки Ричард Никсон. Он огласил послание президента Дуайта Эйзенхауэра по случаю открытия выставки. Затем вице-президент Никсон разрезал ленту у входа в павильон и объявил выставку открытой. Присутствующие начали осмотр экспозиции выставки. Кто на этой выставке был? Поднимите руки, пожалуйста. Как где была жизнь? У меня вопрос к Кеннему Хаврияновичу Боровику. Здравствуйте, Кеннему Хаврияновичу. Вот. Ваше впечатление о выставке 59-го года? Ну, выставка, естественно, пользовалась большим успехом, хотя москвичи получили, так сказать, ну, какую-то выгоду, от этого еще и побочную. Потому что для того, чтобы отвлечь от выставки, была устроена первая ярмарка в Москве, насколько я знаю, были открыты цирки, шапито, были, проводились спортивные состязания, товаров завезли тоже некоторое количество, чтобы, значит, не только на выставке их можно было смотреть. Но апофеозом выставки, конечно, был день, когда приехал Никита Сергеевич и ходил по выставке, всячески, в общем, пытаясь доказать, что ну, что, ну, подумаешь, ну, выставка и выставка, ну, обувь и обувь, подумаешь. И, в конце концов, вот это его бурление против выставки, в общем, понятное, потому что, надо вам сказать, что Никитин тоже себя вел не самым лучшим образом. Он, когда приехал в первый день, его встреча с Хрущевым должна была быть в Кремле, скажем, в 12-го дня. Так он в 6 утра пошел на базар, на центральный рынок и начал там раздавать деньги. Это жутко оскорбило, ну, действительно, довольно бестакно, жутко оскорбило Хрущева, который, когда его принял потом в Кремле, он ему выдал по первое число всеми народными словами, которые он знал. А он знал много народных слов. Не знаю, как уж там переводчик переводил, был ли это Вик Суходрев или кто-то, нет, Вися не было. Вот, а апофеоз был, конечно, когда шли по павильону и был, значит, модель, ну, типичного, хорошего американского домика. Ну, надо вам сказать, что правдоподобный. И тут прорвало Никита Сергеевича, он начал там, нам бабки не забивайте у вас, то-то и то-то, и то-то, и то-то, и такие-таки недостатки. Никсон отвечал, я не могу сказать, что они оба показали, ну, примеры блестящего, там, скажем, полемизма, нет. Но наш, он был более напорист, и, может быть, у него было чуть больше юмора, несмотря на злость. Поэтому Никсон, так сказать, я бы сказал, выглядел не лучшим образом. Но при этом был один аргумент, который перекрыть было нельзя. Все это происходило на американской кухне. Насколько я знаю, в Штатах эти дебаты не показали по телевидению. Хотя, в общем, значит, они снимали это дело. И когда мы вышли на площадь, там, где Московский вокзал, из метро, собралось, ну, человек, я не знаю, 200 или 300 народу возле метро. И я смотрю, стоит, значит, здоровый парень в кепочке, значит, ну, дебильного вида, метра два. Думаю, что он из, он только что из амнистированных. Глаза у него пустые, как лунная, лунный пейзаж. И улыбка на лице. И он кричит, Никсон, Никсон. Никсон услышал, значит, знакомое сочетание букв, обернулся и видит улыбку. Глаза эти пустые он не видит. А тот, значит, посмотрел на него и с этой же приветливой улыбкой говорит, у-у-у, заразый кусок. И Никсон так заулыбался. Глаза, спасибо большое. Никсон заулыбался. Из этого я сделал заключение, что у нас в тюрягах, я думаю, политическая работа была более успешная, чем на свободе. Глаза, спасибо большое. Спасибо. Снова Виктору Славкину. Я хочу показать раритет. Вот я был на этой выставке, у меня сохранился значок. Вот такие, это баттоны такие, которые тогда у нас не были, мы не понимали вообще, что это такое. И еще, значит, на этой выставке я, как и все, наверное, стоял в очереди и пил пепси-колу. Пепси-колу, не кока-колу, пепси-колу. И помню, как ее обсуждал советский народ. Это же был совершенно невероятный для нас напиток какой-то. Говорили, ну как деготь. Говорили, тараканами пахнет. Говорили, гуталин. Я хочу дополнить нашего автора. Я тоже был на этой выставке и помню, что огромная очередь стояла за этой водой. И я попробовал воду и сказал, какая-то мыльная, вся в мыли, что ли, она. А все говорили, как наш квас. Но встал в очередь за вторым стаканчиком. А, как она же обязательна. Мы стремились как можно лучше понять наших заокеанских гостей. Я думаю о том, что вот эти все смешные события, которые сейчас были воскрешены. Подумайте только, через год Никсон проигрывает выборы Кеннеди. А потом он становится еще какое-то время президентом. А потом он приезжает в Москву уже в наше время, вот совсем недавно. Потом он умирает. А потом Виктор Сухадрёв становится знаменитым, потому что он едет уже с другим визитом в Америку. А потом мы знаем всю жизнь Кенри Хавериан, Шемеровика. А я, кто бороздит эти самые неизвестные теперь нам просторы. Огромная жизнь прошла за этим всего-навсего 38 лет. Ах, Гайся, смотри, свою хронику. Наш лагерь – это лагерь колыбы юных собаководов. Здесь мы учили своих питомцев по особой программе. Конечно, учебу дело нелегкое, и не все удавалось сразу. Но мы были терпеливы и настойчивы. Нам всем очень хотелось видеть своих любимцев знаменитыми ищельками. Кроме обычной дрессировки, мы занимались и специальной подготовкой. Учили собак находить раненых. Вывозить их с поля боя. Учили выслеживать преступников и задерживать нарушителей. Муран уже всему этому учился. И вот наступил день, когда я должна была передать его воинскую часть. Я гордилась своему рану. И все-таки грустно с другом расставаться. Мы знаем, что у наших пограничников будут верные помощники. Вот. И слава богу. Я хочу сказать, в 59-м году был открыт один питомник. Как бы, ну вот, как бы связываясь с той информацией, которая была сейчас в хронике. Специальный собачий питомник в Купавне, под Москвой, который был предназначен для абсолютно мирных целей, я бы сказал. Там готовили собак поводырей. И эта идея, заразившаяся 39 лет назад, работает до сих пор. До сих пор питомник этот существует. До сих пор собак там таких готовят. Звонками я приглашаю на сцену Николая Германовича Кобетова. С его собакой лабрадором Дарой. Собака поводы. Я не помогаю, потому что собачка знает, куда идти. И мы так договаривались, что Дара сама приведет Николая Германовича на место. Ну вот точно. Молодец, Дарочка. Молодец. Николай Германович Кобетов. Николай Германович, садитесь, пожалуйста. Есть несколько вопросов. Что в вашей жизни вот эта собака? Эта собака, помощник мой, во-первых, в жизни. Она помогает мне, мы ездим с ней на дачу, ходим гулять с ней. А так бы я вышел из дома, около двери постоял, опять домой ушел бы. Или с палкой ходил, спотыкался там, то на машине, то это. А так обведет, на работу проведет. Поэтому по городу нормально. Борбюра остановит. Да, УПП номер 13, учебно-производственное предприятие, МГП ВОЗ. Скажите, пожалуйста, как люди воспринимают? Люди воспринимают по-разному. Есть, которые обращают внимание, есть, которые наоборот не обращают. Если эта передача поможет, так может быть, кто увидит. И пусть обращает внимание в автобусах или что. Не просто так, а, вот, с собакой идет. А поглядеть, с какой собакой, и что она дает, эта собака. Жизнь. Видите, здесь на УПРЯЖЕ есть такие знаки Красного Креста. Так что, если увидите, знайте, о чем идет речь, пожалуйста. Да, вот так вот, собака молодой. Так, а что она умеет? Ну, что умеет? Если чего-то уронил, она может поднять. Вот, например, такой вот вариант есть. Да. Дай. Опорт. Ну, вот, вот. Молодец, дай. Какая вот кривая. Все это невыгодное. Вот, как это у меня. Николай, у вас есть семья? А? У вас есть семья? Семья есть. У меня двое детей. И жена тоже инвалид. Первая группа по зрению. Сын был, когда только родился. У меня была собака как раз первая. Пришлось ходить на кухню, за молоком бегал, перед работой. Парни вот, вот, на дом, а он водил, хорошо водил, нормальный собак. Вот. А это уже третья собака у меня, вот, недавно, 4 месяца она у меня. Я вам должен сказать, что наш гость – участник международного марафона в Нью-Йорке. Марафона инвалидов, конечно. Не в Нью-Йорке, вот, поправляю, а в Вашингтоне. В Вашингтоне, что тоже неплохо. И в Москве бежал марафон. И в Москве выиграли марафон. Чемпион России по плаванию среди инвалидов. Позвольте медали, Ваши, пожалуйста. Позвольте медали, пожалуйста. Позвольте, пожалуйста. А то здесь много красиво. Вот. Здесь. Вот это Ваши медали. Медали. Вот. Это спортивное достижение. Господин Акобедов. А это московская Ваша победа, да? Позвольте. Мы тоже хотим прибавить к этим всем регалиям. Держите, пожалуйста. Держите, пожалуйста. Еще одну очень скромную, но не награду, а так. А так ленту почетного гостя нашей программы «Старая квартира». Если Вас когда-нибудь будет желание нас посетить, мы будем очень рады видеть Вас и Вашу дару. Это для Вашей коллекции не предмет. Это получается вторая лента. Вторая лента. А первая, вот она, лента чемпиона. Опа, лента чемпиона. В 75-м году. Спасибо. Ну что, даром, поехали. Пойдем. Да. Мир, сопротивление обстоятельствами, согласитесь. Очень поучительные и трогательные. И главное, как-то тебя самого делают немножко получше и покрепче. Так. Ну, кроме того, у нас в зале еще Дунраев Вячеслав Петрович, кемиолог, который занимается собакой уже несколько другого назначения. Это собаки служебные, серьезные. И вот собака Туман вошла в историю. Сейчас мы узнаем почему. Ну, 59-й год для меня примечательен тем, что в этом году я был признан в армию и пошел служить вместе со своей собакой Туманом, на границу. Это был первый человек, который в России пошел служить какого-то вместе со своей собственной собакой на границу. Да, тогда это было необычное явление. А увлечение началось... А как, кстати, с собакой вас в армию пустили вообще, говорили? Извините. А понимаете, мне тогда в военкомате растерялись, не знали, что со мной делать. Все, в общем-то, рады были. Организовали встречу с Никитой Федоровичем Карацупа. Да. Все мы такого помним. Мы такого помним. А он тогда занимал должность начальника службы собак пограничных войск. Что он сказал? Езжай, Слава, служи. У вас было какое-то задержание, какое-то известное задержание в смете с этой вашей замечательной собакой? С Туманом? На одном из отдаленных участков было обнаружено признаки нарушения границы. Ну, на границе не так все, как в книгах. Сразу по горячим следам нарушителя не удалось задержать. Мы с Туманом были доставлены на этот участок на вертолете. Времени прошло довольно много. Порядка где-то 18, по-моему, 20 часов. Во-первых, для родственной собаки очень большой срок. Во-вторых, я понимаю, что нарушитель за это время преодолел очень большое расстояние. И при преследовании нужно было его сокращать. Короче говоря, преследование длилось около, с небольшими, трех суток. На третий день мы его застигли в одном из отдаленных хуторов. Он забаррикадировался в доме. На наше предложение сдаться ответил автоматным огнем. Было принято решение проникнуть в дом и блокировать выходы на веру. Дело в том, что... Кажется, мир прав у несчастного человека. Но в доме оказывается на вашем пути. Кто? Нарушитель. Да, мы его задержали. Ладно, все. Спасибо. Очень трудно разговаривать с профессиональным пограничником, который никак не хочет раскрывать свои страшные тайны. Чучело Тумана сейчас находится в музее пограничных войск. Рядом с чучелом Инкуста или Инкуста, собаке Никита Карасупы. А чтобы закончить эту историю, мы тоже сейчас придем в свое собственное задержание. Значит, внимание. Внимание. Вот как думаете, что это такое? То есть в целомовом пакете находится опиум. Настоящий. Так. Вот я ставлю его сюда, допустим. На зеркало. И ухожу. А теперь приглашаю сюда младшего инспектора кинолога УВД города Москвы. Максима Воронова. С собакой-лабрадором. Гелом. Пожалуйста. С собакой не кушается, не бойтесь. Максим и Гел, оба чемпиона России по поиску наркотических стресс. Сейчас Гел будет искать наркотики. И мы на техно-иде. Ребята, у кого есть, лучше спляште подальше. Я рекомендую. Суходрева не должно быть. Теоретически не должно быть. А практически кто его знает. Вы уж сядьте. Вы чисты, я уверен. Еще. Чуть-чуть, чуть-чуть. Чуть-чуть, чуть-чуть. Где против? Есть! Есть! Пусть дрожит наркомафия всего мира. Гел на страже. Гел и Максим Воронов. Чемпион России по поиску наркотиков. Спасибо большое. Спасибо. 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 Положа руку на сердце, я тебе скажу, как он под зашибет. Так сейчас поначем ко мне стучится, понимаешь? Прям ломится, понимаешь? Ему не охота вот резвил сидеть. О, не колотится. Комната маленькая. Аккуляш, его с собой не положишь. А здесь, вот, я ему кину на пол какой-нибудь там, не твое, нет? Нет, какое-нибудь одеяло. Пусть шею, лежит себе, попали руки. Пусть шеет на здоровье. Ну, и пускай продрыхается. Опять тихий будет. Он только в пьяном виде скандалит. Могу сказать, всех перережу! Всех перережу! Кого перережет, кого и чем? У него ножичек-то, нулевой номер. Вот такусенький. Вот. Ну, только огурчики нарезать, помидорчики для закуски. В 59-м году Ленинградскому театру миниатюры исполнилось 20 лет. Я хочу вас спросить, кто поводит какие-нибудь выражения, которые через Райкиных стали крылатыми, постоянными, популярными присказками нашего народа. В греческом зале. В греческом зале, да, конечно. Грубо выражаясь, мягко говоря. Да, 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 совершенно верно. А воська? А воська? Могут быть, могут быть. Могут быть, могут быть, да. Мышь белая. Ты сказал? Я. Да, ну хорошо. Хорошо. В общем, я приглашаю на сцену актрису этого театра Ириду Ленингу Петрущенкову и актера Максима Исаковича Максимова Райкина, про которого всю жизнь говорили, что он абсолютно на брата не похож. Ну, вот сейчас посмотрите. Да, со временем вы, Максим Исакович, стали немножко похожи. Ну, мы все в определенном возрасте уже друг на друга похожи. Так что не только на брата, просто определенный возраст. Райки между братьями в 17 лет, чтобы было понятно. Это младший. Так, ну что, Максим Исакович, мы хотим услышать здесь истории, которые не знают, которые никто не знает, и почти никто не знает. Например, история приглашения Сталина на спектакль Райкина. А, пожалуйста. Это было во время войны, когда перед открытием второго фронта. И Аркадий приехал сюда, в Москву, с новой программой, и там был монолог об открытии второго фронта. Он держал часы такие и говорил, что вот вроде по нашим часам пора. А там, они говорят, что пока еще рано. И такой монолог был очень, так сказать, очень острый. И Аркадий Исакович, он пригласил, прислал приглашение Сталину. И через некоторое время пришел полковник и принес конверт. Аркадий раскрыл этот конверт, и там было написано приблизительно такие слова, что большое спасибо за приглашение. К сожалению, очень много работы я приехать не могу. Желаю успеха Иосифу Сталину. Эта записка, значит, хранится сейчас уже у Кати. А надо вам сказать, что Аркадий был очень больной человек. Когда у него было 13 лет, и у него случилась ревматическая атака, и это был ревматизм не простой, а летучий ревматизм, когда сегодня болит плечо, завтра колено и так далее. Целый год он пролежал в кровати. Когда его накрывали простыней, он кричал от боли. И врачи сказали, нет, это все, он не встанет. Но Аркадий встал. Второе, вот второй такой удар произошел тогда, когда ему было 26 лет. Тоже год он пролежал в кровати. Вот. И эти же врачи сказали, ну, тогда мы ошиблись, но сейчас-то уже точно он не встанет. Но Аркадий опять встал. Понимаете? Но, конечно, вот эти две ревматические атаки, которые длились так долго, они на сердце повлияли. И у него было больное сердце. Вы помните, как он работал? Понимаете, это фантастика, что он делал. Сцена для него была, это лекарство, он лечился сценой. Есть вопрос, это даже к вопросу о болезни и о цензуре вместе. Да. Все всегда знали, что у Райкина шикарная черная шевелюра с белой прядью. Да. А потом была вот эта легенда, ну, не легенда, потому что все знали о том, что зарубили спектакль, что инфаркт. Да. И потом, я помню, появляется, по-моему, на огоньке весь белый. И страна ахнула. Вот что с ним сделали. Белый, абсолютный человек. И в то же время это все была правда, и цензура, и болезнь, и все такое. И в то же время это был гениальный, но лицедейский трюк. Да. В то же время, да? Он посидел в юности, и у него было, в 20 уже с лишним лет, у него вся белая была голова. Вся. И он красился черным, а оставлял эту белую прядь. Понимаете? А все думали, что он эту прядь просто посиделает, что он черный, а делая прядь. Ну вот. А после болезни он просто перестал краситься. Да. Вы считаете, что это гениально? Это гениальный ход. Ирина Ленда, вы в каких годах работали? Я пришла в начале 60-го года. И до? 12 лет. 12 лет. Какие выполнили Тирайкину? Он же был человек, как говорят все, ну как бы сказать, галантный. Он был разный, он был очень жестокий в искусстве. Я имею в виду отношение к женщинам. Ну я эту тему поднимать не буду. Смели. Понятно. Я, несмотря на малые поры годы, помню, когда на правительственном концерте он исполнил историю про бабушку. А, про бабушку. Надо знать, и не это есть. Пожалуйста. Да, ну это был правительственный концерт, и присутствовал там Хрущев. Аркадий, кстати, выступил. Несколько басен было. Одна бабушка приходит в мастерскую и спрашивает, говорит, вы знаете, я купила новый телевизор, а он старые программы показывает, замените мне, пожалуйста, этот телевизор. Он говорит, что вы, бабушка, о чем вы говорите, при чем здесь телевизор, телевизор. Это же Министерство культуры, это... Ну, замените тогда Министерство культуры. Нет, 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 ну что вы, бабушка, при чем здесь Министерство культуры? Да это, понимаете, это... Ну, правительство... Ну, так замените тогда прав... Бабушка. 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 Бабушка, получалось. Спасибо. Это было. Спасибо большое. Спасибо. Светы, ребята. И давайте сфотографируемся. У меня есть фотография с Аркадьевичем. Хочу есть с вами. Да. А, спасибо большое. И кто теперь не знает о Вышневолодском комбинате, где работает известный бригадир, герой социалистического труда, молодая коммунистка Валентина Гаганова. Всех удивила она, перейдя работать в отстающую бригаду, где и хлопот было больше, и заработки меньше. Много я об этом думала, да и заела, признаться. Неужели, думаю, не справлюсь в отстающей бригаде? Когда мне разрешили перейти в отстающую бригаду, вместо себя я стала работать на весь мир дом. Сначала было трудно, но скоро моя вторая бригада догнала мою первую бригаду. И по выполнению плана, и по заработку. Польза получилась и для государства, и для нас. Да и Люс на меня не обижается. Верует Люси. Тесно теперь стало на фабричной скамеечке. Ее теперь знают тысячи людей. Хороший почин, как хорошая песня. И у нас в стране всегда подхватят миллионы. Я приглашаю на сцену героя специалистического труда, бригадира передовой бригады Вышеловский Скачев, Валентину Ивановну Даганову. Специально приехал, что и к нам из Вышеловского Волоска. Спасибо, пожалуйста. Смотрите, пожалуйста, лишняя табуреточка. Это маленький сюрприз. Вот туда, на табуре, не дай бог. Вот эту табуреточку сюда. По-простому, только уходу. Не ткачих, а предельщица. Трудно, трудно выучить. Праздница большая. Почему? Вы же мне на ухо это сказали для всего жалоб. Так, на этот вопрос. Праздница Ивановна, я с героями сострада в жизни общался. Немножко, но человек пять-шесть знал. И вот, по моим наблюдениям, это люди всегда немножко интереснее, чем как их показывали вот в хронике и описывали в газетах. Расскажите, как было дело на самом деле тогда, в 2019 году? Я так, в хронику не помню даже. Из-за чего возникла ваша слава трудовая, весь, ну, просто невероятный шум вокруг вашего имени? Я никогда тогда ни о каком геройстве не думала. Вы знаете, сейчас много говорят о том времени. Вот сегодня очень интересная передача, может быть, не очень хотелось ехать, потому что сейчас уже трудно трогаться. Но, однако, интересно. И вот впервые только, в том числе и на вашей передаче, мы говорим о производственниках. А все-таки это были люди, и хорошие люди, и замечательные люди. Кстати, текстильщики, они вообще очень хороший народ. Вот добрые, порядочные. Вот встречаешься сейчас с безработными людьми, это вот в городе у нас два комбината. Понимаете? И никогда не думала ни о какой славе. Тогда были, как помните, комсомольские организации. Все тоже охаивается. Я не охаиваю. Я, если бы сейчас все, вот, ну, случилось это, я повторила бы все это так же. Понимаете? Я не жалею того времени. Пожалуйста, Валерий Иванович. Что я послепила. О том времени, когда-то о том времени. У нас в зале есть человек, который очень хотел с вами повидаться. Специально приехал, пришел на передачу, чтобы вас увидеть еще раз. Он с вами когда-то встречался. Тогда в те годы. Это главный редактор журнала «Крокодил». А здесь ваша пьянула. Леша Пьенов. Да, конечно. Ну даешь. Леша Пьенович, ты наш Калининский. Ваш Калининский. Санис. Узнали, смотрю. Ну как же. Вот. Ну подожди, Леша. Что хочу сказать-то. Вот, говорят, вот плохо, много было собраний. Кстати, многие собрания были интересные. И без собраний просто вот так отработать смену и уйти домой, ну а тут как-то и поругаемся, и поссоримся, искал, выскажем друг другу что-то. А в текстиле, вы знаете, очень много недостатков. Всякие были бригады, это всякие. И я тогда сказала, давайте я сама пойду в эту бригаду. Вот и всего. Ну а потом еще многие бригадиры перешли, начальники цехов. И потом приехали корреспонденты. По-моему, приехали из Калининской. Да, Леша? Вот. А потом из правды кто-то приехал. В общем, я их всех не очень хорошо принимала. Скажи. Не очень хорошо, да? Почему? Да. А потому что отвлекали от работы. Потом у меня сын родился в 59-м году. Вот все это так и получилось. Я не думала никакого, так сказать, и не ждала никакого геройства. В общем, я считала, что это мой долг, долг комсомольца, долг секретаря комсомольской организации, неосвобожденной, кстати. Вот. Вот. Сейчас, сейчас. Владимир Владимирович, извините, пожалуйста. Мы пригласили Пьянова. Дайте ему хоть слово сказать. Скажите, пожалуйста. Ну, она давно не говорила, вы знаете, ее как он пусть говорит. Честно говоря. Вот вы тогда молодой журналист, вас бросают на эту тему. Нет, меня не бросали. Я бы что-то бросил. Как она выглядела тогда? Я бы сам бросился тогда. Вы видели, какая она была. Да? Нет, вы знаете, по праву здесь должен сейчас был сидеть вот Борис Полевой, Андрей Дементьев, которые первыми написали о ней. Андрей написал поэму. Поэму? Поэму. Дорога в завтра. Спит вишний волочок, да? Да, да. Полевой написал повесть человеку, человеку другу о ней. И это действительно друзья. Ну, кого уж нет, а те далече. Я, наверное, один остался здесь, кто знает Валю другой. Такой, как она была на самом деле. Вот такой, как она говорит. Она не врет. Она никогда не врала. И это удивительно, что ей дали героя. Потому что... Удивительно, да, почему? Да, да. Удивительно от того, что она была такой, как она есть. Понимаете? Потом говорили, знаете, потом что говорили? Что она сестра Фурцевой. Да. Был такой разговор. Что ее там кто-то, в общем, что-то ей помогал. Ей мешали, ей не помогали. Потому что, честно говоря, многие тогда это восприняли не очень хорошо. Помнишь, Валя, у вас? Да, всякое было. Вообще пошло туда. Вот хотела выйти, но нет. Но она другой человек. Вы знаете, я вот недавно напечатал очередь, другая Гаганова. Она на самом деле была другая. Почему же ее любили журналисты? Она журналистов не любила, это правда. Но привечала, звала к себе домой, поила чаем, разговаривала. Была откровенной. Но журналисты ее любили, потому что она была нетипичным героем. Вот таким вот маяком, которому и подойти страшно. Обожжет или ослепит. Нет. Приезжаю в Москву, на светском Сомола Валю привезли. Вот. Она приехала из Вишнего Лачка, там смена, там какие-то дела. Ей написали речь. Она должна выступить. Она говорит, Леша, смотри, вот что мне написали. Это произносить нельзя. Это идиотство полное. Я пока пойду в кремлевскую парикмахерскую делать прическу, ты, бабец, ты, говорит, сделай мне, напиши. У меня волос много было, мне любую бабету можно было сделать. Да. Коса вот такая. Да, это правда. Лежит в шкафу. Ты, говорит, напиши мне что-нибудь, ну и поправь, там, человеческое. Она не хотела быть дурой, идиоткой, вот на трибуне даже, понимаете, она была другая. Это все осталось. Я это говорю потому, что когда-то я это и говорил, говорю, сегодня, слава богу, она осталась такой же, какой она была. Она по-человечески. А я ее вижу, я ее вижу. Вы даже развлечили маленький сюрприз. Такая, ну сюрпризик, что ли. Скажите, пожалуйста, я отдельно вот помню по детству, что если в детстве, скажем, моих родителей были популярными самыми из рабочих песен, песни о шахтерах, «Забой о транспорте молодой», то в моем детстве почему-то очень много было песен про ткачих. Про текстильщиков. Ну, вы какую-нибудь помните? Ну, как же, наверное. Мы раньше много песен пели, я все песни знаю. Сейчас. Подмосковный городок. А, хорошо, да-да, понятно. Отлично. Кто пел, не помните? Кто пел этого? Раиса, Раиса. Неменова, да. Раиса Неменова. Приложаем на сцену исполнительницу первой, исполнительной этой самой песни. Раису Неменову. Песня «Текстильный городок». Я вам помогу. АПЛОДИСМЕНТЫ Подмосковный городок, Литый желтый евредок, Подспевает электричке Ткацкой фабрики гудок. Городок наш кличок, Население такова, Незамужние какие составляют большинство. АПЛОДИСМЕНТЫ В общежитии девчат Фотографии и сядь Гремлют ленты на гитарах И будильники стучат На хороший вечерок Взгляну на огонек Нашу комнату девичью Бывший слотский пареньок. Вышло так оно само, Написало мне письмо, И девчонки к новоселью Подарили нам плюмо. Мы на фабрику вдвоем Управлялся, что мы идем, То ли, может, он со мною, То ли, может, я применю. А так аточки висят И будильники стучат На одной гитарой ночи По комнате девичат Ходом девочки в кино С моим девочкой одно Уносить свои гитары Им придется все равно Уносить свои гитары Им придется все равно Раиса Невенова, Валентина Гаганова, Алексей Пинов, 59-й год. Спасибо. Вот, хватит. Спасибо вам. Ну что ж, и на этой Замечательной, идиллической, Абсолютно ноте Мы заканчиваем первую часть Воспоминания о 1959-м годе. До встречи ровно через неделю В этой же самой квартире, В этом же самом 1959-м году. В нашей квартире коммунальной Деревянной и полуподвальной Под плакатом особи Ахима Общий счетчик слез висел незримый В нашей квартире коммунальной Кухонька была исповедальней И оркестром всех кастрюлях сводным И судом воистину народным